Итак, сегодня мы будем продолжать изучать слова еврейского мудреца Бен Зомы. И, как мы уже учили на предыдущих уроках, Бен Зома учит нам нас главным понятием или главным устремлением в жизни человека. Ведь чего человек желает себе и своим близким? Ну, мудрости, доблести, богатства, почёта. Это, в принципе, то, что любой человек желает себе и своим близким. И вдруг мудрец Мишны переворачивает все общие представления. Ну, кто такой мудрец? Не только тот, кто больше всех знает, а тот, кто любит мудрость. То, кто учится у каждого человека, вне зависимости от того, насколько велики его знания. И это мы говорим о знаниях Торы, тем более о всех других знаниях этого мира. Как часто мы видим людей, которые обладают большим знанием. Насколько, я слышал, один Раф сказал, его нос достаёт его позвоночник. Он же не смотрит, кто вообще рядом с ним может стоять. И это обычно. Вот это я слышал от Рабани Цепоры Шапира. Она говорит, это Абудазара Шельзманейну. Это идолопоклонство нашего времени, что наука. Профессор, академик, лауреат и так далее. Он же считает, что кто рядом с ним вообще. То есть мы видим большой надутый мыльный пузырь. Это то, что называется мудрость на улицах, а не понимание мудрости в плане того, чему учит Тора. Итак, мудрец тот, кто так любит Тору, что ему не важно, у кого он учится. И мы говорили, что каждый человек, есть у него особенная часть мудрости, которую мудрец может получить именно от него. Потому что, вы знаете, есть 70 лиц Торы, 70 пониманий Торы. Итак, мудрец тот, кто учится у каждого человека. И это то, что мы говорили. Мудрец в еврейском понимании – это талмид хахам, ученик мудрец. Теперь, кто герой? Ну как, герой? Помните, герои Советского Союза? У Брежнева было 4 звезды. У Сталина там была одна. У Брежнева 5, извините. Да. Это мне рассказывал один человек, который работал у нас в Дешиве в Москве водителем. Что он был в первой группе «Альфа». И он охранял Брежнева, дачу. И он рассказывал, что Брежнев не только там перед телевидением, а вот он на своей даче. И вот стоит этот майор КГБ, который его охраняет. И он надевает свой парадный мундир со всеми орденами, со всеми медалями и проходит мимо этого майора. Так вы понимаете, это то, что мы говорим «герой». Кто герой? Это тот, кто на первых страницах газет, на первых телевизионных встречах и так далее. Это герой, которым везде показывают, который занял первое место, чемпион, золотая медаль, подчинил себе множество стран. Вдруг совсем другое понимание. Тот, кто постоянно покоряет свое дурное начало. И он выше, чем тот, кто завоевывает город. Тот, кто завоевывает город, все его называют герой. А тот, кто постоянно преодолевает свое дурное начало. Его не показывают по телевизору, о нем не пишут газеты. Но он знает, как он использует свое дурное начало для того, чтобы оно служило его доброму началу. Преодолевая. Ковешет ецеру. И человек может, скажем, промолчать, когда его оскорбляют. Но, может быть, внутри него он так кипит, он только закрыл рот. И даже про такого человека сказано, что ни одно творение не может видеть ту плату, которую получает человек за то, что он болем от пивка. Закрывает рот. Не ответил. А человек, который преодолел этот внутренний гнев свой. То, что сказано про Давида. Когда он бежит от своего сына Авишалома. И выходит... Я не могу сейчас точно сказать имя. Это прадедушка Мурдыхай. Напомнишь имя? Геродис. О, как? Геродис. Что нам не нравится? Шимми Бенгер. О. И начинает его проклинать длинным проклятием. И говорят вы на начальнике Давида, давайте мы убьем этого пса. Что он отвечает? Он так делает, потому что творец ему повелел меня проклинать. Это оставьте. То есть, вот это Давид, который преодолевая, остается в спокойствии и принимает то, что его так проклинают. Он принимает, что это творец посылает ему урок. Это, в нашем понимании, то, что говорит мудрец Мишный, герой, подчиняющий постоянно свое дурное начало. Мы говорили, что человек, который преодолевает свое дурное начало, через это он поднимается на новую ступень. И, наконец, третье понятие. Кто богач? Ну, как? Известно, кто богач. В прежних поколениях это был Ротшильд. Сейчас там этот Микрософт, как его зовут? Билл Гейтс. Билл Гейтс. Сейчас мне сын показал, есть какой-то араб в Бразилии. Так вот он богаче Билл Гейтса. И он там, это у него компьютера нет, он только ручкой пишет и ничего там. Вот это богачи этого мира. Во всех списках они на первых местах. Один человек, когда я с ним познакомился, он сказал, я хочу быть в первой пятерке. Он был в первой тридцатке. Я хочу ему сказать, что этот человек сейчас, он говорит, я хочу уже, чтобы весь мой бизнес был в стороне, чтобы больше времени я мог учить Тор. Так вы понимаете, это уже он приближается к понятию, кто такой богач. И что же говорит Бензон? Кто богач? Радующийся своей части, своей доли. Как сказано, и он приводит строчку. То есть ты прикладываешь усилия, работаешь своими руками и будешь есть. Счастлив ты и хорошо тебе. Учат мудрецы, счастлив ты в этом мире, хорошо тебе в будущем мире. Тогда давайте поймем. Вы много видели людей, которые радуются тому, что у них есть. Если он богач, значит, ему все время, и это мы приведем потом из Куэли Траба, ему все время не хватает. Куэли Траба говорит так. Не умирает человек, и половину тех устремлений, которые у него были, это по поводу богатства, нет у него в руках. Есть у него мане, скажем, 100, он хочет 200. Если у него есть 200, он хочет 400. Так что получается? Все время ему чего-то не хватает. Это не важно, у него миллион, миллиард или 100 миллиардов. Поэтому определению мудрецов, кто самый бедный человек в мире? Тот, кому больше всего не хватает. Значит, этот вот араб из Бразилии, у которого, я не знаю, 500 миллиардов, так ему же не хватает еще 500 миллиардов, так он самый бедный человек в мире. Определение какое? Кто богач? Раши говорит, кто-то радуется тому, что у него есть, есть ли у него много или мало, он радуется этому. И когда я готовил урок, я подумал, в Торе у нас есть прямой пример тому, кто радуется или недоволен тем, что у него есть. И это то, что когда посылает Якова Вину, подарки своему брату Исав, Исав вначале отказывается и говорит, что он говорит? Есть у меня много. Продолжает уговаривать его Яков и говорит, брат, у меня есть все. Так разница между много и все. Так много – это умножение. В конце концов, Исав получает это. В конце концов, Исав продает свою часть Маарата Мехпела. За что? За ту груду денег, которую насыпал ему Яков. Все то, что он заработал у Лавана, он перевел в деньги и насыпал груду. И говорит, продай мне свою часть Маарата Мехпела. Исав идет советоваться, по-моему, с Ишмаэлем, или нет так с новойотом, он советуется, что? Они ему говорят, ну что там будущий мир? Где там, что там будет? Что получишь, что не получишь? А сейчас посмотри. Ты сейчас можешь все это взять. И он ему продает свою часть. У меня есть много. Много. Значит, ты хочешь еще чего-то. Теперь, что говорит Яков? Если, коль, есть у меня все, то есть, что мне необходимо. Вы понимаете разницу между представлением о том, кто богач? Тот, у кого есть много всего. Сказано, тот, кто увеличивает имущество, увеличивает заботы. И давайте посмотрим на другие страсти человека. Например, человек, у него есть страсть вкусно поесть. Хорошо, вкусно выпить. Хорошо. Но я задам вам вопрос. Сколько может длиться эта страсть? Человек ему дали салаты. Первое, второе, третье. И сейчас ему принесли какую-то еду, о которой он только слышал. Ну, нечасто мы едим, скажем, язык с горчицей. Это то, что дал Авраам Авину этим трем ангелам. Нечасто, да? Но вот сейчас, после того, как он поел. Первое, второе, третье. Сыт. Предположим, суббота, вечерняя трапеза. И вдруг сейчас ему принесут этот язык с горчицей. Это в детстве мне рассказывали историю, что детей повели на кондитерскую фабрику. Их повели сначала в цех леденцов и дали попробовать. Потом их повели в цех карамелек и дали попробовать. Когда они вошли в цех шоколада, все дети заплакали. Они не могли ничего есть. Так мы понимаем, что это такое. Значит, страсть к еде, к питью ограничена. Почему же здесь учат наши мудрецы, в коэле трапа, что стремление к имуществу, к деньгам, к увеличению богатства, оно безграничено. И с чем сравнивают это наши мудрецы? Как человек, который пьет соленую воду. Чем больше он пьет эту воду, тем больше он жаждет. И так, это то, что говорят мудрецы. Нет такого человека, чтобы он умер, и хотя бы половину устремления его было в его руке. И в этой связи я хочу вам привести мидраж. Это настоящая история. Где-то, может быть, 300 лет назад, 400 лет назад. Германия, это было множество княжеств. И в одном княжестве был министр финансов, еврей. И все вокруг досаждали этому, ну, они назывались царями, я не знаю, принц, неважно. Имам говорят, да он явно у тебя ворует, и так далее. На самом деле, не евреи, они, чтобы заработать, они должны воровать. А еврей может давать заработать своему боссу и получать от этого часть прибыли. Так вот, они все время говорили, он ворует, ворует, ворует. Посмотри, какой у него дом, сколько у него богатства. И как-то они его допекли, и он вызвал этого еврея, министра, и сказал, ты можешь мне дать отчет, сколько у тебя есть имущества? Он сказал, нет никакой проблемы, у меня точно все это подсчитано. Сколько же у тебя есть имущества? И он точно определил сумму. Что? Да твой дом дороже стоит в десятки раз, чем то, что ты мне сказал. А тем более, что у тебя в доме находится. Я тебя опять спрашиваю, ты можешь мне сказать, сколько ты оцениваешь свое имущество? И опять этот министр, еврей, называет точно такую же сумму. Все, обманщик, отправить его в тюрьму, мы вынесем по поводу тебя приговор, все имущество твое конфискуется. Ну и сидит еврей в тюрьме, проходит неделя, две. Ну вот-вот должен состояться суд. И, конечно, заседатели все они потребуют от вора, который так грабил эту казну, смертной казни. Все-таки что-то скребет на сердце у этого князя, принца, царя. И накануне этого суда он вызывает этого еврея из тюрьмы и говорит, ну как ты мог меня так подло обмануть? Ну что ты сказал? Ну ведь этот дом, сам дом в десятки раз дороже, чем то, что ты сказал. А то, что мы оттуда взяли в мою казну, в 20-30 раз больше, то, что у тебя было. И опять этот еврей говорит, уважаемый князь, принц, царь, то, что я сказал, это абсолютная правда. Он говорит, ну как? Если вы мне разрешите, я вам объясню. Пошлите, пожалуйста, посланника в мой дом. В таком-то месте, в моем кабинете, есть ключ от моего потайного сейфа. И там лежит записная книжка. Пусть принесут его. Вот ключ там-то и там-то. Принесли. А теперь посмотрите. Вот это моя записная книжка. И что там написано? Ровно столько, сколько я дал на цдаку. У нас, у евреев принято давать 10, есть мнение 20%. От моего заработка я даю 20%. Так вот, это ровно та сумма, которая написана здесь. А теперь то, что спрашивает меня великий повелитель, что мой дом стоит дороже, то, что у меня. Но ведь посмотри. Сейчас ты меня посадил в тюрьму. Ты конфисковал все мое имущество. Это мое? Я ведь тебе сказал то, что уже никто в мире у меня отобрать не может. Что? То, что я пожертвовал на цдаку. Услышал этот правитель, повелел выпустить его из тюрьмы, вернуть ему все имущество. Что мы видим? Тот, кто радуется тому, что у него есть. Теперь мы спрашиваем. Вот это определение богатства? Это называется богач? Ну, он же может быть бедным. У него же может быть вообще ничего нет. А он радуется. И вообще, Рабхайм из Воложина объясняет, что это такое радуется тому, что у него есть. Он приводит такой пример. Идет бедный по улице. И вдруг он находит находку. В этот момент он безумно обрадовался. Нашел мешок с деньгами. В этот момент его радости нету границ. Но потом он начинает пускать эти деньги в оборот. Начинает... Где-то радуется. А что объясняет мудрец? А самих бехелько радующиеся тому, что у него есть. То есть, если человек думает, то, что у меня есть, это послал мне творец. Я могу сказать, ты ошибся. Ты ошибся адресом. То есть, мне нужно в 10 раз больше. А ты послал моему соседу. Всегда. Мне рассказали одну историю. Был один человек, у которого был суд. И по суду выясняли, что он должен дать какую-то сумму на синагогу. А он думал, дать или не дать. В конце концов, он дал не только эту сумму, еще добавил. Потом было у него разбирательство с другим евреем. И там шел разговор о гораздо меньшей сумме. И что он только не делал. Как он только не воевал. И сказал, никогда не исполню то, что мне сказали. Что я должен дать 100. А тогда там 1000 он дал. Ну, говорят, ну, за неделю до этого. Ты дал 1000. А сейчас ты не согласен отдать 100. Он говорит, ну, там же я отдал на благотворительность. А сейчас эти 100 я должен отдать другому. Я готов заплатить 1000, чтобы только он не получил. Вы понимаете? То есть, что это значит радоваться тому, что у тебя есть? И вообще, что такое радость? И много ли мы видели людей, которые живут, и мы видим, как они радуются? Я в своей жизни видел несколько таких людей. Я видел Равшлова Залмана Уэрбаха, что память о праведнике была благословенна. Я приходил к нему с Равицкаком. И я видел радующийся, ну, дедушка, скажем так. А это был величайший еврейский мудрец, на плечах которого весь мир, миллиардеры приходили к нему выяснять, как и что, имущественные дела. Или, я скажу, тот же самый мой учитель Равицкак-Зильбер. То есть, почему-то, когда он видел каждого еврея, он так радовался, как если бы он встретил, ну, я не знаю, 20 лет не видел своего близкого друга. И вдруг так каждый еврей, который к нему приходил, ой, здрасте, ой, проходите, ой, садитесь. Ну, сейчас будем учить. Что такое? Почему он так радуется? Потому что он видит еврея, который вырос в плену у этой самой советской власти, оторванья от всех корней. И сейчас он может с ним поделиться своим богатством. Что такое? Тот, кто учил Тору в бедности, он еще будет учить ее в богатстве. То, что он, у него даже стула не было, куда посадить жену, которая только что родила ребенка. И он одалживал стул и не знал, как дожить до следующей зарплаты. В Иерусалиме в его руках был гмах, и сколько он одалживал денег, за скольких людей он выплачивал суда, которые они брали и обманывали его. Известная история, как это рассказывал миллиардер Леви Ливаев. Он рассказывал, что я видел, что один человек хвалился. Я одолжил у него деньги и вернул. А обычно выстраивалась очередь. Одалживали, одалживали, одалживали. Вы понимаете? Так, что это такое радоваться тому, что у него есть? Немного я видел людей. Например, я знаю большого еврейского мудреца. Как-то я пришел к нему, чтобы написать письмо по поводу русских евреев, которые Равицкак тоже составил. И вот он пришел, сказал, приходи ко мне в 12 часов ночи. И он пришел, уставый. И он говорит, у меня сегодня было 6 уроков. И один тяжелее другого. Ну, давай сядем и будем писать. Только недавно я узнал от Рабани, от его жены, что он за свои уроки не получает ни копейки. Его кассеты, которые по всему миру расходятся, выпускают уже книги. Тот, кто составил эту книгу, он получает деньги. А не этот Рав, а его жена Рабанит, она дает уроки везде, и не только по Торе. И этим она кормит, то есть держит весь дом. Потому что он не хочет получить даже копейки от своих уроков. Я вам скажу по секрету. Я помню, как Рабанит Зильбер, Рабанит Гита, Зихрана Цедикали Браха, она говорила, ну что это такое? Почему он, имея в виду ее мужа, он ездит в Россию, дает уроки, и никогда он ничего не получает. А вот эти я преподавал в Лишиде Турад Хаим, 15 лет. И мне не только билет оплачивали, но и зарплату. Вы понимаете? Кто я по сравнению с нашим учителем Равицкой Камзин? А он не брал, потому что он не хотел получать ничего за свою ТО. Вы понимаете? Так вот, это человек, который радуется тому, что у него есть. Счастлив ты в этом мире и счастлив ты в будущем мире. Задается вопрос, почему злодеи получают плату в этом мире за заповедь? Ведь в этом мире нет возможности оплатить даже за одну заповедь. Потому что они хотят получать в той валюте, которая для них есть. То, что Исаав получает эту груду золота, вместо чего? Части лежать в Маарата Махпила. А Маарата Махпила, объясняет это наши книги, книгозор, кефель, удвоение. Те, которые прожили свою жизнь здесь так, что каждое мгновение их жизни связано с вечностью, с будущим миром. Так он отказывается от этого. И мы знаем, что только голова Исаава находится Маарата Махпила. А он сам, тело его снаружи. Почему? И это то, что задают вопросы все комментаторы. Почему он называется обманщиком? Кицает бы пив. Он своими губами ловил и обманывал отца. Как отделяют десятину от соли, как отделяют десятину от соломы. Что это такое? Соль – это кристаллы. Солома – это несъедобные. Да? Но оказывается, что в этом заключена основа всей устной торы. И почему голова его находится там? Потому что голова, понимание его было правильное. А действия его, тело его, руки его были неправильные. Он был убийцей, он был развратником, он был идолопоклонником. Но оказывается, именно от него, от того, кто, голова которого Маарата Махпила, не просто так. От него происходит и Раби Меев, и Раби Акива. Сказано, стам не шна, а просто мишна. Это Раби Меев. И по мнению Раби Акива. Так вы понимаете, в Эссаве, в этих вопросах заключен был корень всей устной торы. Итак, что же такое именно тот, кто радуется? Той части, которую дает ему Творец. Это может быть много, это может быть мало. Я видел людей, больших еврейских мудрецов. Он родился миллионером. Он увеличил свое имущество. Он отдает 20% и больше на Тору. Но чем он занимается, этот Раб? Он непрерывно обучает Торе. Ездит в Россию, ездит в разные места. Дает уроки на английском, на иврите, на иидыш. Этим он живет. То есть, он несет свое богатство и радуется своей части. Ведь зачем нам нужно это богатство? Зачем нам нужно это? Чтобы мы могли заниматься главным. А главное, для чего ты сюда пришел? Чтобы открыть свою часть в Торе. А люди, которые только думают, как увеличить богатство. Фараон, он самый большой раб. Потому что он изображает из себя кого? Божество. Поэтому он должен ходить в туалет в Нил. А все нормальные люди ходят в туалет. Им не нужно. Так то же самое тот, кто занят увеличением богатства. У него и 100, он хочет 200. 200 хочет 400. Все время я с одним человеком говорил недавно на Масличной горе. Обеспеченный человек. И я ему сказал, что в какой-то момент мне надоело гнаться за морковкой. Знаете, как осла. Если хотят, чтобы он бежал. Подвешивают над ним палочку и вешают морковку. Он бежит за морковкой. И этот человек мне сказал, достаточно обеспеченный человек. Он говорит, а что же делать, если не бежать за морковкой? Вы понимаете? То есть, как бы вся жизнь в погоне за тем увеличением. А для чего? Несомненно сказано, что Творец говорит, что нам нужно уважать людей, обладающих богатством. Им Творец посылает это. И мы должны их уважать. Но оказывается, что не каждый человек может выдержать это испытание богатством. А здесь говорится о том, что радующийся тому, что у него есть. Есть у него много или мало. Надо понять, почему именно радующийся. Почему не тем, что у него есть, а именно части. Потому что это часть, которая предназначена ему. И сказано так, написано в Талмуде. Говорит Кадош Баруху. Весь мир существует за заслуги Рабиханина Бендоса. А Рабиханина Бендоса ему на неделю хватает пригоршни стручков таких. Харуви. То есть, за его заслуги весь мир получает пропитание. А он берет от мира горсть. Вы понимаете? Еще я хотел сказать, но это уже будет на следующем уроке. Если можно. Знаете про кого? Он был один из самых богатых людей своего поколения. Это был Аман. И было у него множество сыновей. И поднял его царь и сделал его первым министром. И постановил, что все кланялись и распростирались перед ним. И что же он говорит своей жене Зереш и своим мудрецам? Какое богатство, какие сыновья, какой почет. И все это ничто для меня. Потому что есть Мордехай, который не кланяется и не распростирается передо мной. Вы понимаете? Это Аман. А Мордехай. После того, как он получает царский почет. Этот самый Аман ведет его по улицам города и кричит. Так делают для человека, которого царь хочет выделить. Почтить. После этого что? Объясняет Гаван извильно. Он возвращается к мешковине и к пеплу. Что это такое? Меня возвысили. Что это такое? Я... Главное мое задание – отменить приговор. Что мне весит этот почет? Вы понимаете? Это тот, кто считается богачом. Тот, у кого есть раб. Множество. У него есть множество, он хочет еще. Он никогда не успокаивается. Соленая вода. Все время жаждет. Или тот, кто радуется тому, что у него есть. Радуется. То есть мне Творец посылает самое лучшее и самую лучшую часть. Я компаньон Творца. Я радуюсь тому, что он мне дает. С другой стороны, насколько мы далеки от этого качества. И почему ты такой целый день учил Тору? Ты приходишь с лицом. Что такое? Вы понимаете? То есть это та часть от недостатка нашего полагания на Творца. От недостатка нашей веры в Творца. От того, что мы думаем, мои бицепсы, мои извилины достигли, достали мне все это богатство. И этот урок, который дает Бензон для всех нас. Всего хорошего.